Окей, мы на 466 странице. На прошлом занятии мы с вами начали благополучно... Ой, не 466, а 4668. На прошлом занятии мы благополучно с вами выпили, закусили и начали 10-ю главу. Ничего не осталось? Где-то осталось. Хватит, наверное. Шторм получим немножко. Запивать будем, напулем. Мы начали с вами учить 10-ю главу. И, как я сказал уже на прошлом занятии, что, в общем-то, в этой главе Алтареба своего рода возвращается на землю. Почему? Потому что в прошлой главе мы полностью говорили о состоянии человека, мы называем его праведником, потому что это как раз то состояние, о котором говорится, что на уровне, на котором стоят вернувшиеся, балы и тшива, праведники стоять не могут. Это уровень праведника, который полностью перепустил все мироздание с помощью себя самого, с помощью своего трамплина, тем, что он сделал тшиву, раскаялся во всех проступках. И теперь он поднялся на гораздо более высокий уровень. И это уровень, который мы называем эмра вецталифрахея. Как птичка, которая кудачит над своими птенцами, то есть порождение чего-то нового. И мы сказали, что это порождение совершенно новых эмоциональных качеств, то есть семи эмоциональных сферот, где его интеллект объединяется полностью с интеллектом Всевышнего. И как мы объяснили, для того, чтобы это потом имплементировать в повседневной жизни, в нашем материальном мире, этот человек должен преувеличивать высочение Тора и в добрых делах тем, что он создает форму для снисхождения этого Божественного Света. Инициально то, что в конце прошлого мы каким-то образом немножко проецировали это на себя самих, на то, как мы можем это делать в нашей повседневной жизни, но потому как делать добрые дела и... Добрые дела и учить больше Тора не запрещено никому. Каждый это может делать. Вопрос, или это действительно для человека, который сделает эту высшую душу, это просто необходимость для выживания в этом материальном мире, потому что тот Божественный Свет, который ему открывается, он просто зашкаливает. Самый наглядный пример, который в этом можно увидеть, и я на своей практике встречался с этим многократно, это человек, который резко начинает что-то соблюдать. Человек, который ничего не знал, резко начинает что-то соблюдать, у него конкретно или у него сносит полностью крышу. И начинается придумываться новый иудаизм. Почему? Потому что у человека сносит крышу, он чувствует себя абсолютно исключительным, но при этом знаний, учебы еще нет. И поэтому начинается вместо того, чтобы учиться, придумываться какие-то абсолютно новые фанатичные вещи, которые никакого отношения к иудаизму не имеют. Я могу привести... Господи, начинали с небои? Созленка, помоги, батя, свыба. Нет, я не об этом говорю. Я говорю, как, например, о одной ситуации, где у меня есть одна знакомая девушка, уже слава богу, мама, которая тогда только... Я с ней познакомился, в самом-самом начале она только начала там... Это очень давно было, даже у нас сейчас общины здесь не было. Мы только в Америку приехали, просто одна женщина собирала там людей у себя дома и просила, чтобы я приходил, там что-то говорил им за Бога. Я пришел, там была эта девушка, которая там резко начала все соблюдать, была совершенно не религиозно ничего, буквально там первые пару месяцев, там два месяца, что-то соблюдала. И я там говорил, какой-то длинный спич, и уже в конце трапезы на шаббат. Я вижу, она встала за стола, села за стол, встала, постояла в проходе, там туда, сюда, тогда ходит. Я говорю, все в порядке. Она говорит, я уже в туалет хочу. Я говорю, пожалуйста, сходи. После того, как поел трапезу, нельзя ходить в туалет 72 минуты максимум. Пока не скажешь благословение после еды. Я говорю, противень, ну что, 72 минуты, чтобы сказать благословение после еды. Причем нельзя ходить в туалет? Говорит, а потому что, если ты сходишь в туалет, ты где на что будешь говорить благословение после еды. Я говорю так, спокойно. Спокойно Более того Без того, что Нельзя молиться Когда ты ходишь в туалет Есть аллаха, который даже когда ты молчишься О меду То там есть ситуация, когда тебе нужно сходить в туалет И должен выйти Прекратить на меду и пойти в туалет Понятно, что нужно Продолжаешь? Там есть интересные аллахи Если тебе нужно Нужно пукнуть Во время меды Как нужно пукать Выбираешь Нет, я серьезно Целый раздел Они, слава богу, учат все законы Так вот Это и есть такой вынос крыши Почему? Потому что с одной стороны человека Перевыполняют Желание Страсть Выполнять желание Всевышнего Это с одной стороны Но с другой стороны То, что говорит Алтарь И что нужно изучать Тору для того Чтобы именно создать эту форму В этом материальном мире Для того, чтобы Эта твоя энергия С которой ты как бы Переродился Заново Она одевалась В нормальную В нормальную В нормальные рамки Для этого Для этого нужно учиться А когда ты не учишься А когда ты только думаешь О том, куда бы еще засунуть Свой фанатизм То Дай еще книжку Повел То тогда Начинается Такой сумасшедший Том Когда не коем в туалет Пока не сказал Перката Мазон То есть можно здесь найти Какие-то законодательные Законодательные моменты Но таких ситуаций Я могу своей практике Привести Десятки Если не сотни Если даже не тысячи Людей Которые Есть В Хабаде Есть такая Очень популярная Штука Когда люди становятся Религиозными Они там все Пытаются там соблюдать Но К сожалению Я помню Я учился Я преподавал В Ешиве Для неофитов Те которые только Стали религиозными И когда человек Чего-то не знает И делает не так Как положено Самое лучшее Это Любовическая традиция Я говорю Блин Какая любовическая традиция Любовическая традиция Вот такая вот Тоненькая книжка Каких-то Любовь Минагей Сэфер Минагей Хабад Вот такая вот Тонюсенькая она Да И когда ты чего-то Не знаешь Списывают на том Это не любовическая традиция Все в порядке Марат Иди в туалет Я иду К врачу надо идти Так вот Это то Как это можно спроецировать То что мы говорили В предыдущей главе На нашу повседневную жизнь И ни в коем случае Нужно сдать 72 минуты А человеку Для того Чтобы Ту энергию Которая у нас Естественно Появляется Когда мы Открываем для себя Что-то новое Когда мы начинаем Что-то новое Соблюдать То Ее нужно Одевать в знания Это абсолютно очевидно Нужно учиться Нужно понимать Как делать Нужно общаться с людьми Именно поэтому В иудаизме Общенная жизнь Доходиться С людьми Которые вместе с тобой Куда-то двигаются И которые ты можешь увидеть Как другие люди делают Как спросить И так далее Это очень Это очень-очень важно Да А иначе Я Сегодня на самом деле Я как раз Хотел С этим поделиться Мы живем Действительно Очень интересное время Сегодня огромное Количество евреев Я вот сталкиваюсь Начинают Действительно Что-то соблюдать Не вопрос Я не говорю Там соблюдать Такой кошек Такой кошек Нет Не об этом Но Действительно Я вот вижу Это невооруженным взглядом А уже много лет В этом филде Так сказать Что сегодня Время Когда очень много Еврейских семей Русскоязычных Еврейских семей Так или иначе Формируют Свою жизнь Соответственность С еврейскими традициями Пусть это праздники Пусть и так далее Важная часть Вести еврейский Образ жизни Это Быть частью Какого-то Еврейского социума Проблема в том Что у нас С вами У русскоязычных Евреев Эта культура Социального общения По убеждениям Она была полностью У нас выбита Я не знаю Как им это удалось Нашим братьям Коммунистам Наверное Потому что евреи Все это придумали Они придумали Как из нас Эту культуру выбить Я сталкиваюсь Очень часто С абсолютно Комичными Ситуациями Как Там например Там сегодня Учился с одним мальчиком Гвардин своего готовил И Он сказал Ой я сказал Своим родителям По поводу Пурим Я так хочу прийти Но я иду на дзюдо И поэтому мы Пурим Будем отмечать Во вторник вечером Во вторник вечером Потому что В среду вечером У меня дзюдо Не важно Что вторник вечером Это начало поста Это вообще Траурный день Но Есть Есть желание Есть желание Но нету Нету еще тех форм Которые мы для себя создаем Для того Чтобы действительно Эти формы создаются Благодаря общиной жизни Благодаря учебе Благодаря добрым делам И это то О чем мы говорили На прошлой неделе О том Мы начали Эту главу Что человек Когда достигает Этого уровня Шиват Эла Выше Спускаясь В этот мир Он обязательно Должен Компенсировать Сбалансировать Это все Добрыми делами Изучениями Тора Чтобы ту новую энергию Которую он получает Переживая Это состояние Перерождаясь Она одевалась В адекватной Материальной рамке В этом мире В знания В какое-то Человеческое соблюдение Слушайте Я сам могу себе сказать Боро Хошем Мне очень повезло С учителями У меня эти периоды Были очень короткие Как правильно Невежественного Религиозного фанатизма Когда ты считаешь Что ты там Супер-дупер-религиозный И делаешь Какую-то ерунду Потому что Ты его не знаешь Но у меня была ситуация Когда Я не так хорошо знал Сейчас законы Коша Да, сегодня Я не могу сказать Что я хорошо знаю Но по крайней мере Экзамены сдавал И их учил Но все это нужно Все время повторять Недавно только Никак не мог разобраться В одной ситуации Но Когда мы только Начали соблюдать И в Одессе еще Я заставил Своих родственников Ждать 6 часов После того Как там Я не знаю Чай выпили В мясной чашке Да То есть Не потому что Мы ждем 6 часов Между мясным и молочным Да То есть Если ты съел мясо То потом Ждать 6 часов Что есть молочное Но если ты выпил чай В мясной чашке Это не Ты не съел мясо Ты выпил Как может чашка Мясная Мясная посуда Блюемая чашка Блюемая чашка Ну чашка Которая у тебя Для мясной посуды Это Ашер говорит Чашка А наверное пиалка Нет Это не важно Чашку Чай это выпил Чашку знаешь Да Чашка Которая относится К мясной посуде Я заставлял Я заставлял Свою семью Ждать после этого 6 часов Залый день Пока Это длилось Я это длилось Достаточно долго Я еще в хайск Учился Дома жил И пока Мой первый учитель Шайк Гисер В очередной раз Не приехал к нам В гости И там точно так же Была какая-то Такая ситуация И Моя бабушка Там стояла По стоке смирное И ждала Эти 6 часов Шайк говорит Что за дела Я говорю Как нужно 6 часов Ну-ка быстро Иди учиться Там и так далее Ну Борхашел Мне в жизни повезло Как бы то Что ты там Видишь сначала Как делают другие люди А потом себе Что-то додумываешь Ты потом это выучишь Но это то О чем здесь говорит Алтареба Для того Чтобы это было Адекватное Адекватный иудаизм Давай запишем Хаббатскую традицию Что 6 часов Не есть вообще Мне вопрос На счет Постат Ты говоришь В втором вечере Позже В среду Ну да В втором вечере Начинается Период День Который Ну еще Кушать Кушать Я тебе скажу Когда не знаю Не переживай То есть Нужно просто Создавать форму Для того Чтобы был Адекватный Иудаизм Я Это не решит Все проблемы С фанатизмом Да Кто был здесь На фарбрегинг Когда он Когда он Делал фарбрегинг На ютшвантом Когда он Когда он Назвел фарбрегинг Большой Да 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 Есть К сожалению Особенности У русскоязычного Общества Склонность К религиозному Фанатизму Не только он Да Огромное количество Людей Которые становятся Соблюдающими Они ищут В этом Не иудаизм Они ищут В это христианство В христианстве Святой тот Кто страдает Чем больше Ты страдаешь Чем ты Религиозный И мы Нам это уже Переходят на личность Не буду говорить Но действительно Это можно заметить Большого количества Русскоязычных людей Которые стали Очень Религиозными Соблюдающими Они все Очень серьезные Они все Очень Строгие Нет Это не иудаизм Не нужно постоянно Отказываться Это нормальный Гойский подход У меня есть один Ученик Образно говоря Ученик Который не еврей Который хотел Принять иудаизм И я говорю Слушай Это не нужно Зачем тебе так хорошо Ты живешь себе Спокойно Жизненно То что нравится Соблюдает У тебя семья Все Как ты это все Будешь делать Нет Хотел он принять иудаизм Пошли мы Везем Сидим Расглавим Его спрашивают Равин А почему ты так хочешь Он говорит Ну смотрите Я уже много соблюдаю Шабос Коша Я соблюдаю Он говорит Ну Шабос Не полностью Там все Тору учу Ну Живет свое удовольствие Равин спрашивает Зачем тебе Что-то Вот мы так Вот сейчас соблюдаем И все Everybody feels Too comfortable With this Всем очень хорошо С этим Нужно что-то Менять Вот То есть Тебе Хорошо С тем Что ты соблюдаешь Запад Замечательно Ты хочешь Что-то Выйти Действительно Нужно выходить Из зоны комфорта Тем что ты Постепенно Увеличишь В этом соблюдении Но от того Что тебе Хорошо Что ты соблюдаешь Заповеди Это не значит Что что-то Нужно менять Это значит Что все Замечательно Замечательно Что ты их соблюдаешь Потому что Обычно Это не так И для того Чтобы был Этот баланс То вот это Вот свое Водушевление Которое ты получаешь Нужно балансировать Тем что ты Изучаешь Тору Выполняешь Добрые дела И конечно же Община В этом Помогает Но это все Что мы говорили То чем мы начали В прошлый урок Идет речь О человеке Который Вот сделал Этот перезапуск Который спускается Сверху То есть ему Спускается сверху Это Раскрытие Божественный свет Это эйфория И внизу Он сделать должен Для этого форму Но мы с вами Пока что Никуда С трамплина Не залетели Иногда Иногда Бывает Состояние Антиэпитафи Иногда Отпускает Иногда Тогда Будем разбираться Но в принципе Мы живем От дня Ко дню Повседневной Жизнью И так далее И не в коем случае Еще раз Очень важно Хочу сказать Не в коем случае Что нужно Менять Если у вас В повседневной Жизни заведено Что вы одеваете Утром Тфелит Как Исраэль Кристаль Который Мы говорили Сегодня В начале Урока Который прожил До 114 лет Пережил Лагеря Колокост И все на свете И каждый день Когда у него была возможность Он надевал тфелин Со своей пармницей До последнего дня Своей жизни Это не значит Что вот он Живет В зоне комфорта И из этого Не Если что-то есть Что-то постоянно Нужно Я скажу У меня была такая ситуация Много лет назад Когда я Начал только учиться В своей третьей шиве У меня было Обязательно Каждое утро Я еще не снимал Тфелин И я до того Как шел завтрак Я учил Есть такая разбивка Три головы Рамбома Мичны Торы В день Это очень большая книжка Если ты Три головы Это достаточно Много материала То когда ты Утручен Уже опытом Занимает Где-то 20 минут Полчаса Просто прочесть Это Я учил Каждое утро До того Как участвовал До того Как завтракал И Как-то Равин В этой шиве На форбрегине Хорошо все выпили Он решил Надо мной Приколоться И говорит Что у Ашера У нас такой Религиозный Для него Учить Учить Рамбома После этого Я только недавно Заново взял на себя Несколько лет назад Но уже Старый Больной еврей Уже Три головы В день Уже тяжело Одну голову В день За три года Заканчивали Сюмничную Тору Но Он наверняка Хотел Что-то хорошее Сказать Что нужно Не просто Рамбом Как колбасу Резать По кусочкам Учить И просто Как зарядку Утром делать Но с другой Счастье Думаю А почему нет Почему нет Если мы В себя Ведь на самом-то деле Это то Что говорит Алта Ребе Что Как я сказал Привычка Вторая натура То что На села Това жени Сделаться ему Второй природой Что мы дрессируем Своё животное начало И бейсик То что у меня Тогда получилось Сорваться с этого Очень легко Я выдрессировал Своё животное начало Которое не могло Снять тфелин До того Как выучить Рамбама Потом я его Распустил Но это замечательно Если мы смогли Сможем Все выдрессировать Это то Для чего мы все делаем Когда мы берем Какую-то небольшую Пусть даже вещь Благословение перед едой Благословение после Тфелин утром Сколько он там Занимает Три минуты Да Просто одет фелин Одет фелин И идти на шахрис То этим самым Уже Не наша божественная душа Одевает фелин Когда это у нас Вырабатывается в привычку Это наша животная Душа одевает фелин И это и есть Самоцель И это то Что относится К нам с вами Когда у нас нет Вот этого прыжка Сверху И мы просто Создаем здесь форму Для того чтобы абсорбировать Эту энергию Нет Нам каким-то образом Нужно Подыматься отсюда И об этом идет речь В нашей главе Дальше мы начинаем читать Раз Два Три Четыре Пятая строчка Сверху После точки Десятой главе Аваль Но Адам Тахтон Низший человек То есть мы с вами Простые и смертные Должен идти По ступеням По ступеням Снизу вверх Что имеется ввиду Что мы говорили До этого О состоянии обратном Когда высший человек Который Прошел До состояния Высшей Чувы У него спускается Бум Все большим взрывом В этот мир И ему нужно Быстенько-быстенько Адаптироваться Там больше Учить Торы Выполнять заповеди А мы с вами Мы как бы Не перли Больше изучать Торы Никакого Бума Пока нету Или есть Бывает Иногда Бывает Да Поэтому Галитал Тареба Когда-то Начинают Мы говорили Сейчас В предыдущей главе Движение Сверху вниз Сейчас мы говорим О движении Снизу вверх Это очень важный Принцип Который В принципе Есть во всем Изучении Еврейской мистики Когда все Рассматривается С двух сторон Мелемала Лемата Мелемата Лемала Все в порядке Сверху вниз И снизу вверх Мы смотрим Это всегда С одной перспективы О том Как это От Всевышнего К нам И в другой Перспективе Это как От нас К Всевышнего Это очень Важный момент Сейчас В канун Праздника Пурим Потому что В свитке Мы бесспорно Об этом Еще будем Говорить Написана Очень странная Фраза Сейчас Полностью Не произведем Написано В киблу Айудим Это Шерахел И приняли Евреи То что Начали Выполнять Что Имеется Ввиду Что Объясняют Тори И приняли И приняли И выполняли Евреи То что Уже Раньше Делали Имеется Ввиду Что Объясняют На это Наши мудрецы Что То Окончание Получения Торы Было Именно В Пурим Что Пурим Это Одна Из Последних Книг Хронологически Во всем Танахе И Это Окончание Процесса Получения Тор Почему Потому что Что произошло Во время Получения Торы На горе Синай Евреи Не хотели Взять Тор Шага Уже Об этом Было Написано Мы Учили Об этом По-моему Как раз Последний Живот О том Что Никакого Там Самопожертвования И Добровольца Добровольного Подхода К этому Не было А что Над нами Как Одно Из Объяснений Геморы Что Нами Просто Повесили Гору Как Кастрюлю И Сказали Получите Тору Будете Молодцы Не Получите Здесь Будете Похоронены Что Здесь Такого Мы Сделали Ну Получили Не Хотели Жить Похоронены То Что Произошло Там Тогда Тогда Произошло Движение Сверху Вниз Было Проявление Божественного Света В этот Мир Оно Проявилось Мы Получили Тору Но Пока Не Был Пурим Мы Вообще Не Знаем Что Происходит Мы Что Выполняли Что То Строили Делали Какие Подношения Воевали С друг С другом Что То Мы Делали Говорится Что Только В Пурим Было Окончание Получения Торы Почему Потому Что В Пурим Это История Праздника В котором Весь Еврейский Народ В первую очередь Еврейские Дети Собрались И Пошли На Самопожертвование Они Начали Движение Снизу Они Сели Паститься Молиться Несмотря на то Что Сам Император Ахашвирош Постановил О том Что Нужно Уничтожить Еврея И Они Увидели Что Тем Что Они Могут Сделать Молитвой Постом Движение Снизу Они Могут Изменить Даже То Что Приходит Сверху Поэтому Это Было Окончание Получения Торы Получение Торы Это Было Движение Сверху Вниз Но Именно Пурим Это Было Окончанием Получения Торы И Это То Что Говорится Здесь Что То Что Мы Говорим Да Человек Достигнул Этого Проявление Сверху Оно Спускается Вниз На Столь Тору Потом Учит Тору И Строит Эти Рамки Для Этого Божественного Света Потому Что Он Проявляется Сверху Но На Нас Пока Еще Никуда Не Сошел Еврейский Бог Расскажу Про Проявляется Бог На Кого На Нас Еще Не Сошел Мы Еще Здесь Барахтаемся В нашем Болоте Что Же Нам Какое Все Это Отношение Имеет К нам Поэтому Здесь Начиная Дорогу Снизу Ты Не Можешь Перепрыгивать Сразу Так По Ступенькам Потому Нужно Идти Ступенька За Ступенька Постепенно Постепенно А Что Проявляется Если Перепрыгивать Через Ступеньку А теперь Давай Спроекцируем На то Что Мы Учим Да Мы Учим Удальному Потому Что Это Может Искалечить Потом Появляются Такие Большие Религиозные Люди Которые Думают Что Иудаизм Это Страдание Почему Потому Что Когда Он Начинал Становиться Религиозным Когда Он Двигался Вперед Он Сломал Себе Ногу На Страдание Он Начинал Что Так И Нужно Ну Как Я На Пуле Как Много Лет Назад Известный Ампул В тот же Пуревый Бороб Тоже Сломался Ногу Да По Моему Тоже Самый Не Занимай Это Был Мой Да Это Твоя Нога Ну Мы Все Были Хороши Домой Вместо Чтобы Посадить Да Она Сразу Скорую А Просто Все Были Такие Пьяные В первую Очередь Пострадавшие Что Под Наркозом Казалось Что Все В Порядке Мы На Бэтфорде Жили Через Парк Тамарата С Аликом Перевели Так Вот В том Состояние Котором Мы Тогда Были Пьяны Ты Сам Можешь Каких Проблем Ты Утром Уже Чувствовал Что Не Боже Да Я Так Тоже В союзе Повала Я Вот Так Поступила Столомала Ногу Меня Мама Притащила Домой За ночь Она Стала Вот Так Утром Когда Мама Потащила В Энерфинце Он Говорит Стань На Ногу Я Говорю Не Могу А Он Говорит Моей Маме Ребенок Встать На Ногу Даже Не Может Так Вот Марина Такое Может Произойти Когда Ты Слишком Быстро Перепрыгиваешь Через Ступеньки И Тебя Да Ты Чувствую Ты Выполняешь Вторую Заповедь И Все Хорошо Но Когда Ты Перепрыгиваешь Через Две Ступеньки И Ломаешь Све Ноги Ты Считаешь Что Так И Должно Быть А На самом Дели Должно Быть Одно Усилие Второе Усилие Третье Усилие И Так Далее Это То О чем Говорит Алтар Ребе Что Для Нас Смертных То Что Происходит У Людей Которые Достигли Состояния Чува И Ла Это Для Нас Нерелевант Да И Это То же Самое Говорит Он Как Состояние Высшей Чувы И Вот Это Объединение Духа В дух То Что Мы Говорили Уста В Уста Которое В Принципе Воссоздание Мироздание Когда Ты С Полным Внутренним Настроем Настроем В сердце Говоришь Слова Молитвы Здесь Он Переходит К Практике Теперь Здесь Нужно Эту фразу Проанализировать Он Говорит Что Это Состояние Чува И Высшей Чува Мы Говорили Состояние Высшей Чува Это Когда Ты Возвращаешься В Состояние Предшествующее Твоему Творению Как Мы Говорили Что Это Состояние Когда Всевышний Тебя Вдыхает Обратно И Выдыхает Заново И У Тебя Появляется Совершенно Новый Сет Эмоциональных Качеств Ты Становишься По-настоящему Другим Человеком Говорит Алтар Эбе Что Вот Этот Подъем Ступенька За Ступенькой У простых Людей Таких Как Мы С Вами Это Тоже Самое Это Есть Аспект Не Тоже Самое Но Аспект Это Высшей Чувы Почему Я хочу Подчеркнуть Что Алтар Эбе Здесь Не Говорит Когда Ты По Всем Ступенькам Поднимешься На Самый Вверх Нет А Что Он Здесь Говорит Потрясающую вещь Говорит Каждый Раз Что Ты Переступаешь Ступеньку Одну Малюсенькую Один Маленький Поребрик Все Знаешь Что Поребрик По Нашему Бордюр Да В Питере И в Саратове Говорят Поребрик Нет Не Слышали Просто Много Человек Из Питера Да Да И По Переступаешь За каждую Маленькую Ступеньку Ты Хочешь В состоянии Чувайла Аспект Чувайла Почему Потому что Одно Дело Это Чувайла Высшее Чувайла Это Когда Захлестывает Все Мироздание Такие Единицы Но Когда Ты Переходишь На Другую Ступеньку Ты Уже Другой Человек Ты Уже Меня Это То же Самое Что Происходит Чувайла С Высшим Раскаянием Но Только Локально И Он Говорит Что Это Возможно Когда Ты Полностью Молишься Это Особенно Когда Читаешь Посмотрите Как Алтер Рэббель Здесь Дает Нам Просто Офигенный Лайфхак Просто Он Дает Настоящий Лайфхак Потому Что Помните Мы говорим Что Такое Двято Чува Что Мы Называем Чува Сколько Время Длится Чува В Мгновение Я Больше Так Не Буду Все Да Потом Ты Будешь Но Вот Этот Момент Это Есть Чув На Сам Деле Теперь Что Он Говорит Высшее Чува Происходит Когда Ты По Настоящему Молишься И Читаешь Шма Напоминаю Что Шма Это Не Молитва А Это Цитата Истории Как Говорил Барбанель Что Всевышний Хочет Наше Сердце Что Это Настоящая Молитва Настоящая Молитва Это Не Только Тогда Когда Ты Сосредоточенно Читаешь Текст Молитвы Сегодня Бору Хошем Даже Если Ты Не Знаешь Иврит То Есть Перевод Есть Перевод С Объяснениями Есть Подстрочный Перевод Есть Что Почитать Но Это Еще Не Называется Молитва Всем Сердцем Молитва Хотя Пишут Предыдущие Рэб О том Что В наше Время Когда Мы Эмоционально Не Развиты Мы Не Обладаем Так Называем Это Что Рэб Жонтон Сакс Называет Emotional Intelligence Эмоциональной Молитвы Это То Что Ты Просто Хотя Бы Задумываешься Задумываешься О смысле Слов Этого Достаточно Но Это Еще Не Аспект Швайла Это Еще Не Поднятие На Другой Уровень Задумываться О смысле Слов Это Просто Читать Книжку Внимательно Молитва Бекаванат Полным Сердечным Настроем Это Я Угрен Что У каждого Из Такие Ситуации Были И Ситуации Когда Тебе Нужно Что То Изменить И Естественным Путем Это Не Происходит И Тогда Ты Молишься Богу Когда Ты Ставишь Ставку В Казино Только Чтобы Она Выпала Это Ты Читаешь От Чистого Сердца Теперь Особенности Тогда Когда Наши Молитвы Услышаны Говорит Робин Акм Если Что Не Услышано Значит Об Этого Не Молились Достаточно Но Если Настоящая Молитва От Полного Сердца Тогда Ты Не Просто Задумаешься О смысле Слов Ты Это Проецируешь На То Какое Отношение Эти Слова Меют К тебе А Когда Ты Умеешь Уйти Полностью В Чтение Текста Без Того Чтобы Было Твое Я Без Того Чтобы Ты Читаешь Наши Проотцы Абрама Цик Яков Не Думаешь То О них Читают А ты Читаешь Об этом Просто Как Будто Обраам Цик Яков Читает Это Настоящая Молитва Которая Когда Слышится То Она Отвечается И Тогда Что Происходит Если То Что Мы Просим В Этой Молитве Или Просим Чтобы Оно Не Произошло Или Что Оно Произошло Это Происходит То Мы Естественно Становимся Другим Человеком И Меняем Реальность Мы Меняем Реальность Своей Молитвы Через Себя А что Такой Швайла Выше От Швайла Когда Человек Настолько Меняет Себя Что Перепуск Запускает Всю Реальность Через Себя Самого И Каждый Из Нас Если Мы Просто Заратунь Во Время Молитвы По Настоящему Не Просто Смысле Слов А В Настоящему Хотя Иногда Я Прошу Это Очень Тяжело Даже Не Понимаете Насколько Это Тяжело Я Помню Был Нашел Брок Он Когда Был Нашел Брок У Брест 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 В Брест Это Было И Там Сидели Все Брест Хасид И Нас Тут Пару Друзей Нашего Товарища Приехала Таких Разгильдяев Хабатникова Там Они Все Такие Брест Неофит Это Как Разгар Брест В Израиле Эти Нахмаки Которые Ездили На Машинах Кричают Знаете Которые Водходили На Все Перекресты И Далее Но Это Было Чуть Чуть Раньше Чуть Это Был 97 7 8 Год И Там Сидели Ребята Которые Там Прошли И Гоа И Буддийские Монастыри И Так Далее И Такая Целая И Они Все Очень Серьезные Там Были Настроенные Я Приходили В И Обтягивающих Полосатых Что В Маечках И Так Далее А Через Год Ты Встречаешь Ори Штрайм Или Там Все Но Крыш Сносила Не По Детски И Они Там Сидели Обсуждали Сколько Времени Нужно Молиться Сколько Времени Должна Занимать Молитва Полчаса Это Слишком Много 15 Минут Наверное 15 Минут А Я Еще Как Идиот Наверное Выпил Я Говорю Да Наверное Я Молюсь Очень Быстро Когда Я Здесь Веду Молитву Я Стараюсь Себя Отормозить Так Я В Принципе Очень Быстро Молюсь И Там Нормально Шахарис За 20 Минут Можно Помолиться Я Говорю Не Ну 15 Минут Для Шахариса Это Даже Для Меня Очень Быстро Все Потупили Глаза Мой Друг Говорит Это Только Молитва Амида 15 Минут Только Шмонас За Время Шесть Сорок Минут Это Только Быстро Читаем Это Когда 15 Минут На Только Три Минут Знаешь Сколько Там Минут Словно Минут Да В школе Читали 15 Минут Это Только На Молитву Амида Скованой Это Минимум Нужно Чтобы Скованой Вопрос Как Часто Мы Можем Так Отключиться Я Кстати Тоже Объявляю Говорю Что Если Кто-то Не закончит Молиться Продолжайте В своем Темпе А вдруг Вам Действительно Жар птица Сяла На голову И вам Нужно Помолиться А мы Со Своим Религиозным Лакобиси Но Посмотрите В Особенности Вот Эту Ступеньку Можно Переступить Пережить Эту Шва Ила На Личном Уровне Даже Когда Ты Переходишь На маленькую Это Именно Чтение Шма Ведь Чтение Шма Извините Это Не молитва Что Такое Чтение Шма Это Декларация Нашим С Богом Которая Является Просто Цитатой Из Торы Мы Читаем Три Параграфа Которые Являются Цитатой Из Торы И Посмотрите Какой Здесь Лайфхак Что Мы Говорили О Человеке Который Действительно Полноценно Проходит Шва Высшая Шва Он Спускается В этот мир Что Для того Чтобы Компенсировать Весь Тот Свет Создать Форму В этом Мире Для того Света Который Спускается Говорит Алтар Эбе По-настоящему Безболезненно Можно Пережить Это Состояние Просто Переходя На Один Уровень Именно Во время Чтения Шма Почему Чтение Шма Потому Что Это И есть Слава Торы Ты Убиваешь Двух Зайцев Сразу И Одновременно У тебя Возвращаешься Обратно То Ты Уже Адаптируем Потому Что Ты Уже Наговорил Слава Торы Понятно В чем Проблема Проблема Когда Эта Молитва Закончилась Ок Ну Все Вот У тебя Полетело Сорвало Крышу Пошла Бывает Сорвало Крышу Пошла Молитва Что Дальше Я Не знаю Насколько Для нас Всех С вами Релевантен Пример Пример С молитвой Но Вот У меня Такое Бывает Простой Пример Жизни Там Я Еду На Какую-то Конференцию Какой-то Семинар И Там Я Выступаю Перед Аудиторией В которой Сидят 500 Человек И Все Смотрят Мне В рот А потом Еще До Двух Утра Только Вопросы И Ответы А потом Личные Какие-то Самые Я Чувствую Меня Да Я Люблю Преподавать И Я Улетаю Просто Я Чувствую Что Вот Я Парю Над Реальностью И Потом Я Возвращаюсь Домой Сажусь В машину Только Вошел В дом Еще Не Стал Нужно Срочно Ехать За Ребенком Это За Покупками И так Далее Жизнь И Что А Где Вот Все 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 Что Было Да Это То О чем Здесь Говорит Алтараб На самом Дает Нам Этот Лайфхак Потому Что По Идеи Вот Так Вот Мы Должны Чувствовать Каждый Раз Когда Мы Заканчиваем Молиться Ты Настолько Поднимаешься Над Реальностью Что Когда Ты В Него Возвращаешься Это Как Рассказ О Прошлым Батюшском Рэбе Который Вышел Из Астрала После Как Сказал Свой Дискурс Открыл Глаза Посмотрел На Зал Заключал Собачьи Рожи И Упал В Обморок Да Это Единственный Случай Такой Был Почему Потому Что Ты Возвращаешься В Какую То Реальность Которая Какая Причем Здесь Это Какой Шапинг Что Какое Большое Вечное Теперь Что Это Говорит Атор В Особенности Он Говорит Именно В Чтении Шма Почему Потому Что Одно Дело Ты Поднимаешься На Этот Уровень Ты Переступаешь Эту Ступеньку Но Когда Мы Говорим О Полноценной Высшей Чувы Руха Бруха Уста Буста Когда Ты Заново Выдыхаешься В реальность Восоздаешь В реальность Ты Должен Как-то Адаптировать Весь Этот Мир К Этому Дело Твое Личное Твоя Личная Реальность То же Самое Особенно Это Когда Ты Читаешь С Полной Кованой С Полной Самодачей Слова Шма Это И есть Слова Торы Которые Благодаря Тебе Модифицируют Реальность Даже На Нашем Простом Человеческом Уровень Когда Мы Несколько Раз День Читаем Шма Потому Что Они И Самом Деле Не В Том Чтобы Ты Достиг Этого Уровня А В Том Что Когда Ты Переступил Ступеньку И Ты Открываешь Глаза И Ты Начинаешь Бояться Пустоты Высоты Чтобы Не Скатился Дальше А Чтобы Ты Научил Держать Баланс На Том Уровне На Который Ты Поднялся Для Этого Нужна Поручни Для Что Нужно Держаться Это И Есть Добрые Дела Изучения Тора Которые Мы Сразу Утилизируем Ту Энергию Которую Мы Получили И Работает Совершенно По Другому И В Обратную Сторону Как Я Учился В Рафштайнен Каждую неделю Он Приезжал Давал Шурклол Общий Урок И Как Это Летний Семестр Уже Жарко Было Под Русалимом У нас Бэтмедраж Жара Была Кошмар Ну Это Был Такой Сейчас Это Уже Нормально Еще Построен Тогда Мы Только Начинали Был Такой Городок Поселок Из Трейлера Столовая Это Было Три Трейлера Месяц Ставлен Медраж Трейлера Такой Паровозник Из Трейлера Трубы Не Были Зарыты В Землю Поэтому Летом Была Горячая Вода Текла Из Труб Вместо Холодно Холодной Воды Не Было В Принципе Была Только Горячая И Мы Сидим Летом Приехал Жарко Геморр Не Можешь Смотреть Все Хочется Учиться Главное Это Цель Главное Это То На Что Ты Используешь Эту Энергию Дикар Какой На Что Ты Используешь Эту Энергию Говорит Ты Летом Сидишь На Зал Мы Сидим Ну Не Хочешь Учить Тору Надоел Тебе Этот Талмуд Не Можешь Идти Листа Талмуда Тебя Укачивает Хочешь Идти Играть Футбол Иди Играй Футбол Потому Что Лучше Играть Футбол Чем Сидеть И Делать Вид Что Учишь Гамору И Думать О Как Ты Хочешь Играть Футбол Но Пойди Поиграй Футбол Побегай Нагони Адреналина Позовей Пару Выдайся Как Тот Хочешь Когда На этой Эйфории Ты Поиграл Футбол Целый Час Бегал Садишься И Три Часа Учишь Гамору То Тебе Засчитывается Что Ты Этот Час Не Просто Играл Футбол А Тот Час Играл Футбол Засчитывает Себе Как Три Часа Изучения Талмуда Успех